Пенсионерка по-матерински обнимает участкового. Они благодарят друг друга за то, что поступили правильно. Антонина Борисовна была в шаге от того, чтобы лишиться всех своих накоплений. Не заходите, осмотритесь, чтобы там никого подозрительных не было. И прям снимайте деньги. Закрывайте счёт. На деньги Антонины Борисовны позарились бессовестные люди. Наврали ей стрекороба, будто она, 76-летняя пенсионерка, в центре большой операции спецслужб. Бабушка почувствовала себя Джеймсом Бондом, Матой Харри и, видимо, Штирлицем одновременно. И поверила мошенникам. Операция-то затевается в связи с тем, что надо выявить мошенничественные действия сотрудников банка. Вы никому ничего говорите, потому что тут и ФСБ задействовано. Что-то всё секретно. Да, всё секретно. И не своим, никому. Потому что эта операция, она под ФСБ. Мы вылавливаем мошенников. Вот именно в этой структуре. Всё остановилось на управляющей филиалом банка, куда пришла Антонина. Сотрудница не стала её стыдить, смеяться над ней. Спокойно выслушала, рассказала, что всё очень похоже на мошенничество. И предложила вызвать полицию. Прибыл участковый Вадим Махаев, услышал, что бабушку могут поджидать с деньгами у дверей квартиры. И от греха подальше забрал её в отделение. И потом он вызвал дочь. Говорит, приезжайте, забирайте из полиции вашего ребёнка. С работы поехала. И она бросила, всё, приехала за мной. 38-летний участковый Вадим Викторович объясняет, что всё сделал по закону. Рассказывает, такие случаи начали происходить всё чаще. Представляете, работниками банка, работниками правоохранительных органов. Салонов связи, госуслуги. То незамедлительно прекращать общение. Лучше позвонить своим родственникам, сообщить об этом. Ну, либо же, соответственно, в полицию. Дочка пенсионерки Анна написала благодарность и в администрацию округа, и руководству банка, и в окружное управление ВД. Говорит, капитан полиции скромничает. Мужчина действовал не только по закону, но и по совести. Он точно так же мог бы, в общем-то, шаблонно исполняя свои обязанности, увидев, что все живы-здоровы, никаких противоправных действий не происходит, мог бы развернуться и уехать. Не узнавая подробностей, но он мимо не прошел так же. Он забрал женщину пожилую с собой. Сейчас руководство топовых банков начало разрабатывать инструкции сотрудникам для предотвращения подобных случаев, рассказывает эксперт по кибербезопасности Виктор Киливник. Зачастую сотрудник банка, который не позволяет вам сразу снять свои сбережения или получить ненужный кредит, последний шанс сохранить свои деньги. Нередко в таких ситуациях помогает и полиция. Если клиент до последнего стоит на том, что я не буду с вами разговаривать, с вами сотрудниками банка, вы тоже мошенники и так далее, со мной на связи сотрудники ФСБ, МВД, Центробанк и каких-либо других регулирующих органов, в таком случае действительно одним спасением в этой ситуации является вызов настоящих сотрудников МВД. А у пенсионерки теперь важная миссия. Она отныне тоже считает себя экспертом по мошенникам и намерена рассказать всем-всем-всем своим подругам, как не попасть в лапы негодяев. Тимур Гассин, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.